МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Легендарный трофей в Нижнем Тагиле во дворец ледового спорта прибыла главная награда континентальной хоккейной лиги Куба Гагарина. 112 на все случаи жизни. До 600 звонков от тагильчан в сутки поступают в единую дежурно-диспетчерскую службу администрации города. Люди сообщают о критических ситуациях, с которыми столкнулись. На все обращения необходима оперативная реакция. Сегодня муниципальное учреждение посетил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Подробности у Алексея Алексеева. В круглосуточном режиме функционирует единая дежурно-диспетчерская служба администрации Нижнего Тагила. Оперативные дежурные и операторы системы 112 принимают, обрабатывают и контролируют реакцию на звонки от населения по большому кругу вопросов. От вызова экстренных служб до обеспечения устойчивой работы, систем жизнеобеспечения в сферах жилищно-коммунального и городского хозяйства. Тагильчане, обращаясь по тем или иным проблемам, не знают номера телефонов, служб, куда можно обратиться. Звоните по любым вопросам, которые могут возникать, которые беспокоят вас, звоните сюда. Это действительно те телефоны, куда можно обратиться, и коллектив, который подскажет, как надо поступить в той или иной ситуации, либо примет заявку и уже со своей стороны отработает. Служба создана 25 февраля 2011 года. Здесь работают 43 опытных квалифицированных сотрудника. На высоком уровне техническое обеспечение. Ежедневно поступает до 600 звонков. Порой эта цифра может возрастать до 1200. Специалисты отмечают, прошедший январь выдался довольно спокойным. За исключением звонков по линии скорой помощи и полиции, основные обращения касаются состояния дорог и тротуаров, а также отлова безнадзорных животных. Очень большой фактор, который должен человек соблюдать, то есть даже иметь это, стрессоустойчивость, потому что к нам же обращаются с бедой. То есть что-то случилось, когда нам звонят эмоционально, надо, как говорится, иметь горячее сердце, на холодную голову, чтобы отреагировать, когда у человека беда. Сегодня глава города Владислав Пинаев в очередной раз смог убедиться в эффективности работы единой дежурной диспетчерской службы. Чтобы обратиться сюда, необходимо одобрать номера 25 78 83 41 26 99 или 112. Таблички с надписью «Укрытие» появляются на жилых домах в Нижнем Тагиле, а на информационных стендах в подъездах размещают QR-код, наведя смартфон, на который можно узнать, как действовать по сигналам гражданской обороны. Тагильчан просят не волноваться, а принять информацию к сведению. Размещение табличек, указателей на домах – это плановая работа. Органы муниципальной власти прислали указания в письменном виде, предоставили эти таблички, схему их размещения предоставили, мы их разместили. Конкретно нам предложено было установить таблички с названием «Укрытие» на трех подъездах. «Укрытия у нас предназначены только для кратковременного пребывания. К сожалению, у нас Галиянка строилась уже в 70-е годы, соответственно, не предусматривалось там строительство защитных сооружений, но я вас хочу успокоить, все-таки Галиянка у нас – это спальный район, там нет потенциально опасных объектов, но там в каждом доме все-таки существуют подвалы, где можно будет кратковременно укрыться». Управляющие компании должны разместить 137 указателей с надписью «Укрытие» до 7 февраля. Изготовили их за счет местного бюджета. Наибольшее количество укрытий и бомбоубежищ расположено в центре города на Красном Камне и Тагилстрое. «Город будущего» – такую тему подняли в ток-шоу детской телестудии «ОКО» политехнической гимназии «Без углов». В качестве приглашенного гостя – глава города Владислав Пинаев. В формате «Вопрос-ответ» обсудили перспективы, которые открываются выпускникам в Нижнем Тагиле. Свидетелем делового общения гимназистов с главой стала Юлия Полева. «Без углов» – ток-шоу детской телестудии «ОКО» политехнической гимназии. Тема очередного выпуска «Город будущего». И это о нашем Нижнем Тагиле. А учащиеся выпускных классов как никто задумывается о своих ближайших перспективах. Не секрет, что наша гимназия ориентирована на получение качественного образования. Поэтому почти 85% выпускников получают высшее образование за пределами Нижнего Тагила. К сожалению, возвращаются сюда немногие. И я выкинул для себя три критерия, которые позволили бы мне вернуться в Нижний Тагил. Гарантия качественного трудоустройства, возможность приобретения жилья на ютных условиях и привлекательность среды для жизни. Илсав Юрьевич, что Вы думаете по поводу причин, которые могут способствовать возвращению в город выпускников наших школ? Ну, жилье – это второстепенный фактор. Если у Вас будет хорошая заработная плата, Вы сами себе позволите взять ипотеку и купить жилье. Тем более у нас, по сравнению с Екатеринбургом, даже другими городами, да, столичными, которые есть относительно недорогое жилье, и по качеству оно отчасти не уступает тем, которые сегодня находятся в столичных городах. Поэтому, с моей точки зрения, чтобы вернуться, надо иметь хорошие рабочие места. К разговору о рабочих местах. Гимназисты этот вопрос продумывают наперед. Реально ли организовать поездки на профориентационные экскурсии, учащихся в школах города, автобусами централизованных? Мы привыкли, у нас Урал-Угонзавод, Евразум-ТМК, Урал-Кимпласт. Очень много малых и средних предприятий, действительно достойных предприятий, которые на сегодняшний день организовали очень качественное производство. Даже можно будет, ну, такими небольшими группами, то есть, вот, организовывать именно поездки и знакомиться с работой предприятий города. Это не значит, что вы должны прямо прийти, там, вернуться туда, а вдруг, да, вам понравится что-то из той самой серии. С транспортом Владислав Пинаев обещал помочь. И с тагильскими предпринимателями на ближайшем совещании запланировал обсудить профориентационные экскурсии для учащихся. И речь не только о гимназистах политеха. Такой формат будет интересен всем школьникам города. Муниципальный этап всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей» состоится в субботу, 4 февраля, на стадионе «Юность». Основные цели проведения стартов – пропаганда физической культуры и спорта, привлечение к занятиям конькам, поиск юных талантливых конькобежцев. Сейчас заявилось уже более 300 человек на это мероприятие, в том числе команды школьные, также СУЗы, ВУЗы и несколько команд, предприятий, организаций города. Получат наградную атрибутику, пока у нас ее нет еще, но на этой неделе мы получим, до субботы все будет. Задача для организаторов – составить программу для большого количества участников таким образом, чтобы проблем в связи с массовостью не возникло. По прогнозу, в этот день ожидается комфортная для выхода на лед погода. Победители будут определяться в нескольких возрастных категориях, но все же самое главное – получить заряд бодрости и хорошего настроения. Для спортсменов и болельщиков готовятся угощения и развлечения. Заглянем в прошлое, увидим настоящее – девиз всех, кто участвует в пеших зимних прогулках «Тагильский светлячок». В этом году поход состоится в юбилейный десятый раз. По традиции, в первую субботу февраля. В этом году маршрут продолжается, предыдущего. В прошлом году мы говорили о 300-летии города, о месте, где начинался наш город, то есть о выездском заводе. Потом прошли по улице Вогульская до Парка Народного. А сегодня продолжаем наше путешествие от Корта Парка Народного. Пройдем по части улицы Красноармейской, повернем в Комсомольский сквер. Еще маленькая частичка центральной части нашего города, проспекта Ленина. Пойдем в Парк Бондина и колесо обозрения. У колесо обозрения закончим наш маршрут. Тут будут маленькие такие сюрпризы для наших гостей. Отправиться в такое зимнее путешествие могут абсолютно все. Единственное условие – у каждого должен быть фонарик. А всех гостей в конце прогулки ждет праздничная программа в честь десятилетия «Тагильского светлячка». Все желающие приглашаются к корту в Парке Народном в 18.00. Легендарный трофей в Нижнем Тагиле во дворец ледового спорта имени Сотникова сегодня представили главную награду континентальной хоккейной лиги «Кубок Гагарина». Почему он оказался в нашем городе, первыми узнали воспитанники спортшколы «Спутник». Транспортировать только в специальном защитном кофре, а дотрагиваться только в перчатках – такие правила, рассказывают специалисты. В Нижний Тагиле вновь прибыла главная награда континентальной хоккейной лиги – «Кубок Гагарина». На лицевой стороне изображен Юрий Гагарин в скафандре и летящая комета, а на другой стороне – хоккеист. По кругу располагаются миниатюрные шайбы с именами победителей. На днище серебряного трофея с позолотой – эмблема Кахел. Возможность увидеть кубок вживую появилась благодаря сотрудничеству Кахел и компании «Ростелеком». Для юных воспитанников и местных хоккеистов это действительно такой праздник хоккея и явно добавит мотивации, чтобы развиваться и чтобы кубок уже привозили местные ребята. Воспитанники хоккейной команды «Спутник» уже привозили кубок в Тагил. Впервые это произошло в 2016 году. Тогда трофей привез Артем Жерезков. Второй раз награда приезжала в наш город в 2021 году уже с Семеном Чистяковым. А сегодня посмотреть на главный кубок Кахел пришло подрастающее поколение тагильской спортшколы. Круто, конечно. Хотелось бы, конечно, тоже себе такой... Ну, круто иметь такой большой кубок. Эмоции зашкаливают. Мне тоже очень понравилось. Кубок, и вправду, ну, эмоции зашкаливают, как и мой друг сказал. Очень классно. Мне понравилось. Ну, хотелось, конечно, чтобы они привозили эти кубки сюда. Ну, это им такую мотивацию дает. Конечно, да, конечно. Им, родителям. Сейчас же у нас в наше время родители двигатель моторов, получается, хоккейных. Они же двигают детей. Во дворце ледового спорта сегодня не только кубок. Приехал легендарный хоккеист. Финалист Кубка Канады 1987 года, чемпион СССР 1990, чемпион СНГ 1992 года Анатолий Федотов. Экс-хоккеист московского «Динамо» оставил тагильчанам памятный автограф и фото и поделился секретами своих побед. Я представляю, что это очень тяжелая задача и очень счастливый период и момент, когда человек достигает в командном результате и личном такой цели, как у Багагарина. Это, конечно, очень большая ценность, трофей для личного, скажем так, исторического хоккейного своего запаса. Это несравнимые эмоции, наверное, ни с чем. Погостив день в Нижнем Тагиле, кубок КХЛ отправится путешествовать дальше по Свердловской области. Его уже ждут в Каменск-Уральском, Первоуральске и Екатеринбурге. К слову, за несколько лет путешествий пробег главной награды по стране составил уже более 30 тысяч километров. Фантазийный персонаж появится у первого «Экодома», установленного в парке «Народный». Имя «Экогероев» компании «Рифей» выбирали всем коллективом. Из 40 предложений самым популярным оказалось имя «Гриня». Поскольку герой создан в рамках проекта «Экодом», его утвердили в должности «Экодомовой». Как рассказывает директор компании «Рифей» Федор Потапов, у «Гриня» есть такие качества, как бережливость и стремление обеспечить всем вещам вторую жизнь. Увидеть «Экогероев» Гриню можно будет в день открытия «Экодома» в парке «Народный» в марте. Новый телепроект телекомпании «Тагил-ТВ» информационно-публицистическая программа «Решение» о новостях Городской Думы, о важных шагах депутатского корпуса в целом и деятельности самих народных избранников в частности. Обзор в соцсетях депутатов, дайджест комиссии Гордумы, репортажи о работе в округах. Первый выпуск смотрите завтра, в четверг, 2 февраля. На канале «Тагил-ТВ» в 20 часов 45 минут. На канале «ОТВ» в 22 часа 15 минут. О тарифах на электроэнергию, как поступить в создавшейся ситуации, отмены льгот и выходные и праздничные дни. Что делать со счетчиками? Об этом и не только разговор в программе «Факты в лицах». Гость в студии, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Павел Ивушкин. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова